Всем привет! Вы на канале Pandorum. В этом видео обзоре я расскажу про бюджетный светодиодный LED проектор BNTEC C520 с очень привлекательной ценой в 58 долларов или же 4500 рублей на момент выпуска видео. А если же раздобыть купон или промокод, то можно заказать еще дешевле. В этом видео вы узнаете, стоит ли рассматривать данную модель проектора для домашнего времяпровождения с отличными киношками и попкорном. Рассмотрим все его плюсы и минусы. Казалось бы, что проекторы это прошлый век, но на самом деле это не так. В последнее время данные девайсы становятся все более популярны. Ведь организовать домашний кинотеатр это интересно, просто, уютно и очень удобно. Не нужно платить за билеты в кино, идти или тем более ехать куда-то. Достаточно просто включить проекторы и наслаждаться своими любимыми фильмами и сериалами без каких-либо проблем. Стоит упомянуть, что просмотр фильмов именно с помощью проектора является более безопасным для глаз, чем, скажем, просмотр с телевизора или монитора компьютера, так как от проектора нет, как его называют, синего излучения, а значит он отлично подойдет и для детей. Установив проектор в перпендикулярном направлении к полу, можно проецировать изображение на потолок и, например, перед сном, разглядывать снимки звездного неба или любоваться лесами с высоты птичьего полета. Звучит отлично, не правда ли? Если да, тогда непременно смотри данное видео до конца, чтобы узнать о всех возможностях данного девайса. Погнали! Комплектация проектора включает в себя AV кабель, кабель питания, пульт и инструкцию, конечно же, на английском языке. HDMI кабеля нет, имейте это в виду. Сам проектор довольно маленький и сделан качественно, ничего нигде не болтается, его вес составляет всего 960 грамм. Так что перевозить или переносить его не составит никакого труда. Он имеет отличный дизайн и в целом его очень приятно держать в руках. Панель кнопок проста и инстинктивно понятна как на проекторе, так и на пульте. Кнопки на проекторе расположены сверху в углу и ими реально удобно пользоваться. На линзе имеются две регулировки. Первая для регулировки фокуса, а вторая для регулировки угла наклона линзы. Наклон осуществляется только вверх и вниз, корректировка изображения в сторону отсутствует. Поэтому проектор необходимо устанавливать ровно перед плоскостью, на которой собираетесь смотреть кино или мультфильмы. Кстати, для линзы в комплекте идёт защитная крышка. Данная модель проектора имеет все необходимые разъёмы. Аудиовыход, разъём для наушников 3,5 мм, AV, TF, то есть под флеш-карту, HDMI, USB и VGA. С другой стороны имеется винтик-подножка для более удобной постановки проектора на поверхности. Правда, он расположен как-то кривовато, поэтому пришлось под проектор подложить тетрадь. Но я бы не стал считать это проблемой, особенно если вы собираетесь подвесить его под потолок. Но в целом проекторы можно поставить и на полку, так как он имеет 4 небольшие противоскользящие ножки. Оптимальное расстояние для просмотра с данного проектора по заявлению продавца от 1 до 4 метров. Размер изображения в характеристиках 36-150 дюймов, или от 90 до 380 сантиметров. Соответственно, чем дальше от места просмотра, тем больше картинка. Мы устанавливали проектор на расстояние около 2,5 метров, и получилась картинка размером 160 на 95 сантиметров. Довольно неплохо. Но всё же на более дальнем расстоянии при увеличении картинки немного теряется резкость. Поэтому расстояние от экрана или стены, как в нашем случае, считаю оптимальным около 2,5 до 3 метров. За совсем небольшую стоимость данного девайса, его функционал, качество работы и сборка вас очень порадуют. Данная комплектация проектора идёт без TV-бокса, что немного сужает его функции. Например, при наличии TV-бокса можно подключать телефон и с каждым играть, проецируя изображение на стену. Да и пользоваться проектором с боксом становится намного удобнее. Так что советую его докупить, если вы не собираетесь подключать проектор к компьютеру. Но ещё раз подчеркну, что за такую бюджетную сумму данный вариант неплохо подойдёт для семейного просмотра или посиделок с друзьями. Сразу хочу заметить, что мультфильмы, анимация и аниме выглядят действительно достойно. А вот фильмы уже не всегда. Иногда у проектора явно не хватает яркости. Так что всё же, если вы ценитель суперкачества, то стоит рассмотреть другие, более дорогостоящие модели. При этом в данном ценовом сегменте этот проектор хорошо себя зарекомендовал. Кстати, обзоры на другие проекторы вы найдёте у меня на канале. Подписывайтесь, ставьте лайки и узнавайте о новых классных девайсах. Теперь давайте немного рассмотрим меню проектора. Здесь можно настроить размеры экрана от 75 до 100%. В общем, довольно стандартно. Далее можно установить соотношения сторон. Автоматическое 4х3 или 16х9. Также можно поиграть с настройками цветов картинки. Есть несколько режимов, таких как тёплый, холодный, средний и пользовательский, где можно подогнать цвета под свои предпочтения. Настройки красного, серого и синего баланса. Имеется и функция настройки яркости контраста. Также позволяет выбрать несколько режимов с более или менее насыщенными красками. Имеются настройки звука и языка. Правда, поиски русского не увенчались успехом. Но если вы вдруг знаете сербский или, скажем, испанский, то можете воспользоваться именно такими языками. Ну а мы оставили английский. Пройдёмся по характеристикам. Яркость изображения составляет 140 анси-люмин. В целом, это такой себе показатель. Придётся смотреть кино только в тёмное время суток, так как всё-таки изображение не такое яркое, как хотелось бы. Мы пробовали включать свет при работе проектора, и результаты вы видите на экране. В общем, практически ничего не видно. Но считаю, что за такую бюджетную сумму это простительно. Да и смотреть кино вечером как-то более приятно. Также не стоит забывать, что в нашей стране не так уж много солнечных дней, и световой день длинный только летом. Да и можно просто купить светонепроницаемые шторы, и проблемы будут решены. Проектор имеет динамики, то есть подключать колонки дополнительно, в принципе, не обязательно. Но ждать чуда от динамика в бюджетном проекторе, конечно же, не стоит. Так что если есть желание слушать более качественный звук, то для такого случая имеется аудиовыход. Мощность динамика составляет 3 Вт, сопротивление 8 Ом, что является довольно стандартным показателем. Продавец заявляет, что разрешение проектора HD, но считается, что HD это 1366 на 720 точек. И на самом деле у этого проектора разрешение 800 на 480 точек. Девайс поддерживает Full HD, то есть вы можете воспроизводить видео такого формата. Но изначальное разрешение проектора останется прежним. Коэффициент контрастности у него тоже стандартный для бюджетных проекторов. Это 1000 к 1 на 2000 к 1. Срок службы проектора по заявлению продавца составляет 30 000 часов. Если представить, что проектор будет работать каждый день по 5 часов, то его гарантированный продавцом срок службы составляет 6000 дней или 16,5 лет. Но стоит понимать, что со временем изображение будет становиться не таким ярким. Конечно, не на сильно большую разницу, но будет. Однако, вас это ожидает только через какой-то длительный срок. В общем, если подытожить, то я считаю, что это отличный проектор за свои деньги, который отлично подойдет для просмотра мультфильмов или аниме, и особенно для детей, потому что нет нагрузки на глаза. Ссылку на него я оставлю в описании к этому видео. Обязательно поддержите его лайком и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Всем удачи и еще услышимся!